Спасибо, Господи, за молитву. Сегодня Церковь празднует память преподобных Кирилла и Марии Радонежских. И на самом деле, действительно, от нашего примера очень много зависит в наших детях. И наш пример, и наше воспитание. Причем, чаще всего, ребенок как раз воспринимает больше пример, чем воспитание. Потому что, если, например, скажем, отец курит сигарету и говорит, не кури, это такая гадость, ребенок, скорее всего, не поверит и сам будет курить. И поэтому, если, например, человек даже какие-то христианские истины возвещает, но сам не живет по-христиански, то сложно удивляться, что дети не христиане. И, например, отец Дмитрий Смирнов даже говорил, что прекратите жаловаться на детей. Ну, разве вы их не сами воспитали? Чего вы на них жалуетесь мне? И, кстати, Осипов о том же говорил. Вот он говорит, говорит, постоянно приходит, говорит, что нам делать с нашими детьми. Хоть бы один, говорит, пришел, сказал бы, что нам делать с самими собою. Вот, все мы пытаемся кого-то исправить. А надо начинать, конечно, с работы над собой. Вот преподобный Кирилл и Мария, вот они были благочестивыми людьми. Собственно, воспитали святого Сергия. Второй брат тоже в монахи ушел. Мы вспоминаем еще в житие, когда преподобный Сергий очень долго не мог научиться читать, где он встретил старца. И после общения с этим старцем и вкушения просвора он научился разуметь грамоту. Но там тоже рассказывается, с каким благоговением и почтением родители у этого старца встретили, накормили, были готовы к этому общению. То есть, поэтому в случае с Сергием Радонежским это благочестивая отрасль на благочестивых корнях выросшая. Вот поэтому действительно от нас много зависит и в наших детях. Не всегда, правда. Это не всегда зависит от нашего воспитания, от нашего примера. Есть и как бы все равно человек, он свободен. Мы, например, если вспомним Юлиана Отступника, по-моему, он же воспитывался в одной школе с Григорием Великим вроде бы. И учитель у них был, известный философ Риттер. Причем Риттер был христианин. Притом в его время было соревнование Риттеров по всей империи. И он победил на этом соревновании. Второе место занял учитель Иоанна Златоустова. Будущего Иоанна Златоустова. Он первое место занял как лучший Риттер. Но из его школы под его воспитанием вырос Юлиан Отступник. То есть, поэтому если... Не всегда мы можем сказать, да, что это вот, ну... Если мы будем правильно воспитывать, если будем показывать правильный пример, то дети наши будут идеальными. Нет, все равно человек сам выбирает свою жизнь, поэтому это не стопроцентная, как говорится, гарантия. Но, тем не менее, от этого очень много зависит. Вот. Ну и родители преподобного Сергия Радонежского не только они воспитали удивительного сына, но и сами жили благочестиво. То есть, если бы, например, они воспитали бы хорошего сына, но сами бы закончили жизнь во грехах, их бы, конечно, никто не канонизировал. Потому что мы пред Богом предстоим все равно сами. Но, тем не менее, своей жизнью мы можем на наших близких повлиять. Причем не только на родственников, не только на наших детей. Вот, например, отец Сергий может подтвердить, я думаю, многие могут подтвердить, что когда, например, мы сами начинаем жить трезво, начинали, вот, то вокруг нас тоже люди как-то этим заинтересовывались и тоже начинали меньше употреблять алкоголя. Хотя мы не капали им на мозги, не промывали им сознание, да, просто вот как-то люди так вот, ну да, слушай. И действительно, в духовной жизни, то есть вот если в жизни материальной, если положить хорошее яблоко среди гнилых, то хорошее яблоко загниет. А если гнилое яблоко положить среди хороших, то этим гнилое яблоко не исправится. Наоборот, хорошее еще загниет. В духовной жизни же милостью Божией немножко по-другому. То есть не только можно заразить гнилью в духовной жизни, да, но и добродетелю тоже можно заразить в духовной жизни. Поэтому если мы начинаем исправлять себя, если мы начинаем сами стараться жить праведно, то это влияет и на всех наших окружающих. Недаром сказано, да, что ангельский собор и человеческий род. То есть ангелы, они в соборе. То есть они как бы каждый сам по себе ангел. Вот. А человеки, они человеческий род. То есть мы друг на друга влияем. Вот. И поэтому, например, если даже вспомнить вот ту ситуацию, где Авраам торговался с Богом за то, чтобы Содом и Гомора не погибло, и там бы достаточно было бы даже уже доторговался, начал с 50 праведников, если были в Содоме и Гоморе бы они бы не погибли. Но даже если бы 10 праведников там нашлось, Содом и Гомора бы не погибли. То есть получается мы вот влияем друг на друга. Вот. Поэтому если мы переживаем, что вокруг нас все плохо, что мир катится во мрак, что люди развращены, грешны, еще чего-то, то что мы можем сделать? Их мы вряд ли переделаем, они вряд ли нас будут слушать. Но мы можем начать работать над собой, сами становиться более праведными. И это каким-то удивительным образом повлияет и на наших ближних. Вот. Поэтому зададимся вопросом, который богослов Осипов постоянно ждет от всех нас. Вот. Не что нам делать со своими детьми, а что нам в первую очередь делать с самими собой. Потому что, как говорили древние, спаси себя и хватит тебя. А Серафим Саровский, продолжив эту мысль, сказал, стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи. То есть если ты сам встанешь на путь праведности, то кто-то также захочет проследовать этим путем и также заразиться этим добром. Поэтому будем всех заражать добром. А для этого надо самим им посильнее болеть этим добром. Вот. Так что помоги нам, Господь, быть хорошими христианами.